всем привет вы на канале буран гараж 35 и очередной бложек едем с транспортной компании кто местный узнает когда компания отправили правили пару комплектов съемников и забрали двигатель сейчас поедем его не его разбирать а будем разбирать другой но это тоже может следующем божике а может и в этом божике тоже будет вот сейчас начал заехать будет купить газовый ключ так как старый старый ключ канул в лету пришел так скажем неугодность лопнула у его лопнула башка поэтому варить это полная фигня то есть пробовал по сварке не лопат лопат рядом со сваркой то есть лучше купить новый и не париться то есть подачи 2000 рублей и быть с новым инструментом чем возиться со старым и мучиться съездили магазинчик по стадии стоит сова еще так и короче не победил но блин не знаю скорее всего того блога уже не будет потому что потому что нету файлов файлов нескольких не хватает то есть видео получается не не помню взял ключ сип тех не знаю ну вроде стальной не чугунный должен походить но в таком в таком исполнении до 1 2 номер ключа не знаю жидкий вроде походит пока новый нормально нужно есть и взял пробойничка снова пробойники бывают нужны чем извращаться по раз в принципе неплохо сделано видно что подкалены села батареечка но заодно переоделись скажем подготовились к рабочему процессу и у нас вот такой клиент первоначально с него надо так первоначально с него надо снять снять вариант до вариатор открутить вариант открутить чтобы открутить зарядку сейчас к нему сейчас к нему пристрем вот это основание основания чтобы подносто так что перекрутить основания нам нужны нам нужны втулочки. И как-то их надо найти в этих двух ящиках. Многие делают ошибку. То, что начинают разбирать мотор, то есть разбирают полностью весь мотор, а венец или вариатор, или втулку коленвала не снимают перед тем, как разобрать мотор. То есть раскидывают все. И получается у них так, что картер-то они все сняли, и коленвал выняли. Все, ладно, все молодцы, все красиво. Но не снятый вариатор. И потом в таком исполнении, то есть, да, без ну, то есть, без основания это снять очень сложно. Вариатор открутить очень сложно получается. Так. готов. Готовчинка. Берем трубу. Берем трубу. Подставляем ее под версток. Так, вариатор у нас откручивается. ну, если так вот стоите к мотору, то получается против часовой стрелки он откручивается. Да, против часовой стрелки. Чтобы ее открутить, нам нужно я пользуюсь кусочком кусочком вот все забыли уже, как называть. Короче, кусочек от перфоратора, от серва перфоратора 10. берем головку на любую, на 10, о, не на 10, на там, на 19, 22, 24 и подставляем ее вот так под венец. Вот сюда, с этой стороны. То есть, откручиваем в эту сторону, в эту сторону подставляем головку. Она не даст провернуться венцу. Ну, и, соответственно, венец будет держать, так как он сидит на пресс-посадке, он будет держать коленвал от прокручивания. Ну, а за вариатор мы будем откручивать вариатор. После этого, как открутим вариатор, снимем венец. Для этого есть съемник спецовый. Так, разбираем дальше. И... Такого я еще, пацаны, не видел. Сейчас вам покажу. Вывернул свечи. Свечи? Я не знаю. Ну, это... Мое предположение было сначала, что это тракторная свеча. То есть, у нее большая резьба. Большая резьба, как будто там уже в головке, я не знаю, там... Ну, в головках тоже, соответственно, большая резьба сделана, да? И свеча, думал, сначала тракторная, спускачая, но потом подумал, там же... Там обычно... Ну, тракторная обычная свеча идут. То есть, она точно такая же, только что у нее резьба сама чуть побольше сделана, да? Вот. А тут же, то есть, свеча, четыре изоля... Четыре у нас контакта идет, получается. Центральный изолятор, четыре контакта, большая резьба, большая резьба, и на конце вот здесь есть тоже резьба. То есть, вот в этом месте. Сюда вставляется, скорее всего, бронепровод и закручивается гайкой. Такое обычно делается в авиации, ну, в авиации, да? Ну, я и загуглил ради интереса. То есть, свеча называется SD48BSM 1976 года, скорее всего. Загуглил, и это у нас действительно авиационная свеча с самолета, идут штатные на самолетах Ан-2. Блядь, ну, конечно, я как бы много видал, но, блядь, чтобы самолетные свечи на Буране были. Это как бы нормальная штука. Ну, соответственно, как хозяин и сказал, мотор лежал очень долго там в сарае стоял, то есть, мопед, и не этот самый, никуда не ездил, очень долгое время, поэтому он весь в пыли, сажа в говне. Сейчас раскидаем, посмотрим, что там, что к чему, по внутренностям. Но, сто процентов, говорю, что будем делать из, это мотор, двухканалка, еще один из самых первых, потому что у нас здесь выхлопные патрубки и гушитель у этого мотора он висит над баком, над рулевой колонкой. Может быть, у кого-то там валяется, да, такой гушитель и кто-то не знает, откуда он, от чего он, то есть, это гушитель от Бурана, самого первого образца. И тут были не, ну, не двойной, не сдвоенный патрубок, да, в один, который переходит, а два патрубка и прямо они шли в гушитель. Снял кожуха, и тут, блядь, мышкин домик, нахуй, по ходу дела. Натаскала мышка всякого говна сюда. Действительно, Хозяин сказал, блядь, пыль на пиздец. Как хозяин сказал, это говно, перчатки, шерсть, что-то тут нету, но, как хозяин сказал, что тут, да, мотор стоял в сарае, так, так, он действует, я даже не хочу в этом говнику, блядь, со стороны пупка, ты еще хуже, ёпта, ты здесь, ну, я не думаю, что, так ездили, так это невозможно ездить, он вообще греться будет, как сука, последняя, и этот будет себя вонять, таким, таким запахом, как будто, свиньё впали ваши, так, ладно, немножко сейчас, пошелкаю щеткой, чтобы, блядь, более-менее, нормально было, в коленвал, хотя бы, нам не навалилось, моторчик я, раскидал, да, что у нас, коленвал, в идеальном состоянии, даже подшипники боковые, в принципе, можно даже не менять, ездить, этот мотор бы еще поездил, да поездил, но так как он долго простоял, и, ну, отъездил бы он, как бы, вот в таком состоянии, если бы, прямо взять, просто запустить, он бы запустил, сам бы стал ездить, но отъездил бы он недолго, потому что, вот в картере, прям, типа песка, что тут такое отложение, где, а, это не песок, это скорее всего нога, то есть, на поршнях такой, действительно, ну, довольно большой слой, миллиметра полтора, точно есть, поршеньки, завод, то есть, в этом моторе никого не было, поршни, завод, вот, на, на каком-то из поршней, она еще, то есть, мотор, как я и говорил, с самых первых выпусков, и получается, у них штифты, вот видите, две канавки, то есть, одна, вот, две кольца, разрез кольца, а вторая, вот, под ним, под ним, это нижнее поршневое кольцо, то есть, стопора, поршневых колец, находятся на одной стороне, а не как сейчас, уже на, на более свежих поршнях, то есть, на более свежих поршнях, у нас, ну, во-первых, кольца у нас идут уже, немножко другой замок, то есть, одно кольцо находится вот здесь, с этой стороны, а другое кольцо с другой стороны, поршни, вот, коленвал хороший, состояние, я бы сказал, шатунов идеально, мы его только отмоем, средний подшипник, все хорошо, все идеально, то есть, все резьбы, все резьбы, все идеально, ну, немножко, вот, подзаржавело, цапфа, где, куда садится маховик, но это ничего страшного, там, тысячная соточка, тысячная, двухтысячная, наждачика, немножко потерять, и все будет идеально, мотор, сто процентов, у меня уверены, что никто не разбирал, потому что, мотор собран еще на нитку, то есть, вот, нитка, нитка, и, соответственно, по всему картеру, я не знаю, видно вам будет, нет, но идет след от нитки, то есть, и, когда раскрутил картер, такой отчетливый запах, как он называется, бакелитовый лак, по-моему, бакелитовый лак, по-моему, бф, ну, да, бф, бакелитовый лак, все правильно, говорим, это медицинская хрень, но всем, раньше все моторы собирались на их, ну, и есть даже, знаю, до сих пор, люди, кто собирают на это дело моторы, картер, в идеальном состоянии, как хозяин сказал, в принципе, я ему даже сейчас верю, то, что мотор, то есть, у его, эти, оригинальные поршни стоят, в принципе, на их, ни задиров, ничего нету, как бы, по, по следу, работы сепаратора, на пальце, тоже износа практически нету, ну, сколько-то мотор поездил, но, износ у его не слишком такой, как бы, большой, то есть, картер, так, в принципе, картер, коленвал, как надо, в идеальном состоянии, но, так как мотор был заброшен, сарайку, мышки сделали в нем свой домик, натаскали всякого говна туда, поэтому, ну, вот, парни, вот это все было, грубо говоря, в моторе, цилиндры, а, цилиндры, интересно, то есть, выработка на их, ну, выработка, но, один цилиндр, немножко там, с сарапинками, с задирами, в принципе, нормально, но, качество, качество, качество изготовления, и вставлено, как гильза, в цилиндр, то же самое, блин, даже еще хуже, я покажу вам, сейчас вам покажу, вот, видите, торчит, с которой светлое место, пиптик, это вот, не совпадит, то есть, такое вот, несовпадение, то есть, я думал, наводь, ну, как бы, у меня все время, раньше было, что, типа, новодельные цилиндры, там, хуево делают, но, по сути дела, как делали, так они делают, ну, сейчас даже немножко получше, этому, ну, побольше этому уделяют внимание, то есть, уже более современное оборудование, и поэтому, как-то все немножко получше делается, еще, что интересно, вот такой мотор, именно, вот, как бы, заводской сборки, заводской сборки, и чтобы, я его первый раз разбирал, мне попадаться первый раз, вот таких цилиндров, я еще не видал, то есть, на цилиндре, видите, сделано еще дополнительно, вот здесь, под М6 крепеж, я не знаю, что это тут было, возможно, это, так как это уже, в принципе, мотор, можно сказать, БРП, первый ионный, первая ионная копия, да, но на впускном коллекторе, у нас ничего нету, то есть, у нас есть, как и на современных, под два болтика, то есть, коллектор стягивается, двумя шпильками, соответственно, может быть, в БРПшном моторе, там было еще дополнительно, два, два болтика, крепящие, впускной коллектор, прижимающие к цилиндру, но, так как они, внутри впускного коллектора, возможно, наши инженеры, посчитали, что, ну, сейчас выдвину такую мысль свою, что, так как это, внутри впускного коллектора, да, то есть, затягиваются эти болтики, они могут, от вибраций, выкрутиться, и, сто процентов, они пролетят в цилиндр, так как это, ну, то есть, соответственно, инженеры подумали, скорее всего, что, эти болтики не нужны, блядь, ни одно, ни другое, не помню, о чем говорил уже, то есть, сбил, пальминь кончилась, ну, то есть, скорее всего, я не закончил, инженеры отказались, просто-напросто, от крепления, на эти два болтика, потому что, это не так надежно, сальники, тоже ярко, стояли еще, как первое, то есть, как на первых моторах, не знаете, один, так вот со стороны зажигания не подтекал, то есть, там сухо было, было сухо, а со стороны вариатора, как бы, ну, такой мокренький, может быть, может быть, не подтекал, так, что получается, картер мы отдаем на аргон, навариваем аргоном, аргон, фрезеровка, и делаем из этого картера четырехканалку, четырехканалку, будет нормально все, по-моему, почистим, все будет офигительно, то есть, картер, в принципе, хороший, что и, что и желалось, то есть, как бы, в принципе, нужно было, чтобы с этого мотора был только картер, в принципе, и коленвал хороший, что есть, картер и коленвал хороший, венец, венец электрозапуска, поработанный, поработанный, но спросим у хозяина, если ему нужен, поставим обратно, если он ему не нужен, то просто-напросто из этого венца сделаем втулку коленвала, сделаем втулку коленвала, потому что можно бы было, скажите, зачем, блядь, портить венец и делать из него втулку, можно, да, втулку купить, но такие втулки под старые коленвалы не продается, потому что здесь посадочное место на 20, по-моему, 26, а на новых втулках уже на 30 идет, то есть, сапфа коленвала, сейчас я вам покажу, на самом коленвалу, в чем разница, что-то я не могу, так, здесь у нас 20, 25, или, не, 26, 24, 24, вот, это вот на старом коленвале, то есть, на старом коленвале, да, идет 30, 30 миллиметров, посадка под подшипник, потом эта же посадка идет под сальник, и потом идет утоншение на 24 миллиметра, на новых же валах 30 миллиметров, идет вот до сюда, то есть, вот до этого места, сапфа идет толстый, поэтому, втулку нового образца не поставить. У нас следующий день, подготовил картер, выкрутил все шпилички, так как картер старый, он был, и нижняя часть на шпиличка скручена, немножко отмыл, отмыл, и, что у нас получается, на этом картере, да, то есть, если развернем его так, то есть, будем смотреть так, эта сторона у нас в пусто, нам нужно сейчас отвезти его на аргон, чтобы доварили с этого места, с этого места, и со стороны выкопа, получается, на этом картере, даже вот отсюда, от середины, и надо варить до сюда, вот до шпильки, и здесь так же, вот, как-то так, картер скрутил другими болтиками, чтобы, то есть, в процессе сварки аргоном, эта деталь будет сильно нагреваться, аргончик будет опять жаловаться, что он покрашенный, что нахуй, чисти краску свою, ну, ничего страшного, и так прокатит, так скажем, нету голоса, и заодно упаковал комплект их съемничков, сейчас свезем картер, свезем картер, а потом, наверное, отправить съемники, пока у нас картер на аргоне, надо чем-то поданиматься, но это, на аргоне он недолго будет, то есть, в течение дня, там, скорее всего, к вечеру уже сделают, то еще время обед, а к вечеру будет все готово, и пока у нас картера нету, нам нужно, нужно, нужно заменить подшипники в стойке, так как, ну, такие, неважнецкие, так скажем, кожуха охлаждения я даже не буду отмывать, они, ну, как вы понимаете, старого образца, да, то есть, под два патрубка, под два патрубка, у меня есть обычные, уже более, как бы, нового образца, кожуха, кому-то ставил, не помню, по-моему, в Котлас, когда мотор собирал, ставил туда охлаждение ДД, и остались кожуха, остались кожуха, вот, их и поставим, ничего страшного, то есть, мне без разницы, что в металлолом сдать, что вот это сдать металлолом, что те сдать металлолом, так, и, 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 и пока у нас нету картера, чтобы запилить цилиндры, мы сделаем, подточим кольца, подготовим поршни, ну, есть чем позаниматься, то есть, помаленько, а, надо вымыть коленвал, подготовить коленвал, вот, ну, и, маленько, одно, в гараж, это, отверточки, наборчик, давно хотел себе такой купить, гроссовские отвертки, и нашел по такой привлекательной цене, полторы тысячи за комплект, шесть штук, а так они стоят в магазинах, если по, по одной штучке, то, по 300, где-то, в среднем, где-то 350, и, 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 получается, ой, нет, вру, philips 2, и, лс 6,5, стоят, где-то, в 420 рублей, если по отдельности, все, их покупать, а, набор полторы тысячи, вообще, шикарно, по 200, по 200 с копейкой рублей, за отвертку, ну, и, будет, новый помощник, метабо, болгарости, маленькая, как обычно, маленькая, удобненькая, не, не, слишком, дорогая, потому, что, по, по акции, так скажем, такая, болгарка, маленькая, это, корпус, грубо говоря, 115, болгарки, но, болгарка, 125, 125, на, 750, в принципе, нормально, интерскол, который уже отслужил, два года, потихонечку, бросится на этот самый, на металлобазу, на металлоприемку, бросится, хотя, я в нем, заменил, все подшипники, то есть, вот, подшипники старые, поставил туда все новые подшипники, подшипники купил, СКФ, потратил на все подшипники, плюс щетки взял, потратил на их 970 рублей, 970 рублей, и в итоге, застучал редуктор, почему, такого раньше не было, то есть, заменил подшипник, поставил новый, и застучал редуктор, вроде все разобрал, собрал, как, ну, как было, но, по факту, не получилось, сломалось, вот, такая штука, поэтому, переодеваться, мы уже переоделись, переоделись, и будем работать, ну, что, ребятки, приехали мы к фрезеровщику, ну, такой процесс, потихонечку, помаленечку, вот он, наш картерок, плоско сделали, все, едем в гараж, пум-пум-пум, пум-пум, пум-пум, настроение, просто огонь, парни, картер мы забрали, уже подготовил, болтики, ну, под шестигранничек, то есть, 8,8, по размеру, чтобы скручивать, половинки картера, а вот эти шпилечки, шпилечки, которые здесь были, благополучно, уйдут в металл, с болтами удобнее, и последующие разборки, ну, и так, короче, с болтами удобнее, вот, а почему же настроение-то хорошее, заезжал сегодня подписчик, сказал, ну, не захотел в кадр, попадаться, говорит, в телек не хочу, и привез, подогнал парни, смотрите, длинногубцы, изогнутые, кусачки, дело техники, и пассатижи, дело техники, сказал, обычных не было, ну, не изогнутых, длинногубцев, и побольшего размера, поэтому, я не купил, я ему говорю, блин, перестань, и так нормально, спасибо, говорю большое, и спасибо тебе, Саня, спасибо за подгон, будем пользоваться, вот это нормально, это тема, подарки, подарки все любят, правильно, а тем более, если они для мастерской, это вообще просто, просто космос, так, по мотору, я только приехал, подписчик заезжал, чуть-чуть пораньше, вот, по мотору, у меня, в принципе, все подготовлено, сейчас осталось, разметить картер, распилить каналы, распилить каналы, ну, все, и потихонечку, будем собирать, коленвал отмыт, лежит под тряпочкой, под тряпочкой, лежит, все, в принципе, уже, наверное, в принципе, были настроения, просто идеально, так, 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 какие еще нюансы, нюансы, сейчас возьму, пригодчик, схожу, чаю попью, возьму прокладки, и покажу, по прокладкам, как, подголовку, и подвыкнов, потому что, очень много вопросов, каждому отвечать, буду лучше ссылку на видео, посмотрите, все поймете, пацаны, вообще, ребята, короче, если работаете болгарками, или, бормашинками, любым, такими, дремелем, любыми, одевайте очки, блин, только снял, все пилил в очках, все идеально было, уже три канальчика, сделал, левый цилиндр, и начал правый, и правый, но уже правый, допилил, уже попало в глаз, то есть, она бредела не сильно, просто стружка, а стружка от дремеля, она, она, сука, острая, вот что, попало в глаз, просто рукой тернул, все, не могу достать, и умывался, и все, не вылезает, и все, придется ехать в больницу, и, поехали в больницу, но не могу уже, все, она, блядь, настолько сильно, ну, то есть, мешает, бывает, даже от болгарки попадет, ай, господи, глаз лезится, болит, от болгарки попадет, и, как бы, ну, он попал, ты почувствовал, что попало, да, но, но, буквально там, пять минут, и, ты уже ее не замечаешь, а потом ночью, ну, глаз начинает, глаз начинает, этот самый, болеть, и поэтому уже едешь в больницу ночью, и в зеркало вижу, и достать не могу, и в одной палочке попробовал, но нифига, не могу, все, поехали, да, от болгарки, ну, и от болгарки, и окалина, от сварки, давно не попадало в глаза, ну, наверное, последний раз, а последний раз в восемнадцатом году, наверное, год назад, грубо говоря, тоже где-то, вот, в начале сезона, ну, да, в начале сезона, то есть, где-то сентябрь-октябрь попадало, тогда окалина, прилетела от сварки, ну, шлак, шлак отколачивал, и этот самый, прилетел, вот и все, буквально, буквально только, женщина, врач, она профессионал своего дела, так скажем, я не мог ватной палочкой, ну, то есть, ватной палочкой зацепиться, и достать, а она буквально каплю кап, сначала капли закапала, только дотронулась, гадит, почувствовал тоже, что бы, ничего уже больше не мешает, в этот раз, не прокатило, у меня есть табличка 08, и не прокатило, заехать на территорию, обычно, охраннику показываешь, все пускают, а тут вот раз, не пустили, ладно, ничего страшного, все, погнали, погнали, поработаем дальше, да, вот так вот раз, и потерялось, минут 40, нахуй сделаешь, можно было терпеть, да, но, можно затерпеть до такого, что потом, потом будут ковырять, то есть, этого калину, врач будет ковырять иголкой, расковырять, и глаз будет болеть не один день, потом, будешь закладывать, мази, капли капать, тоже, в течение недели, а тут, в принципе, ну, сейчас она мне закапывала, еще приду домой и капну, завтра встану с утра еще, ну, то есть, завтра день еще, капелюшечка закапал, и все, в принципе, можно, можно, и так сойдет, хе-хе-хе. Проблема? Да, что-то я пропустил этот момент, ммм, про его публикацию, да, фиксинг с публикой, по сусекам, поскреб маленько, но собирал квартиру, все разные, все, до единого, бля, переворачиваем, начнем, вот с этого, поставим его сюда, сейчас расстановочку сделаем, так скажем, по годам выпуска, примерно 71-76, дальше 76-80 года, ну, конец 80-х, конец 80-х, начало, наверное, нет, вру, уже, наверное, 90-е, ну, конец 90-х, допустим, начало 2000-х, это тоже начало 2000-х, и дальше уже следующий картер, уже самый последний, который сейчас там, ну, идет на снегоходах, так, картер двухканальный был, мы его переделали в четырехканалку, то есть, нету плоскости, да, картер двухканальный, с двухканальными цилиндрами, потом картер универсальный, с двухканальными, с двухканальной системой продувки, да, с маленькими окошками, картер универсальный, уже не, как бы это заводской, уже четырехканальная система продувки, то есть, большие окна, видите разницу, так и разница в плоскостях да у этих две большие плоскости приливы мощно в этих нет это все фигня так дальше идем на зажигание с этими проблем нету то есть вот на эти два картера встают вообще любая система зажигания которые продаются то есть любые на этот картер то есть это предпоследний грубо говоря двухканалка обычно до встает зажигание ну вот такая маркировка вы будет до допустим в конце 03 и такое же есть зажигание в конце 01 разница у этого световая катушка 130 ватт у того 90 ватт зарядная и индуктивный датчик одинаковый то есть на этот картер у нас зажигание встает но немножко надо допиливать пазы как я и показывал а вот на этот картер вот на этот картер у его есть только прилив здесь и вот здесь то есть у этого еще есть вот тут два прилива да а у этих вообще 66 приливов и фишка то в том что в том что на основании у нас нет вообще прорези которые попадали бы на вот этот крепеж то есть этот картер был выпущен тогда это картер чистый чистая копия брпишного картера то есть мотора rotax 640 то есть это чисто копия rotax соответственно народ оксе было раньше контакт на зажигание и на эту то есть брату досталось тоже контакт на зажигание и раньше никто не думал даже в те года то есть это 70 начало даже начало 80-х никто даже не думал что будет когда-то электронное зажигание ну в принципе может кто-то и догадывался но так как не заложено заводом до инженера не заложили там остальных приливов то соответственно не думали что будет электронное зажигание это первая проблема ну ладно эту проблему как бы в принципе я решу то есть парни делали по моим подсказкам я сам первый раз в руках такой картер джижон но ничего страшного по парням подсказывал парни делали значит и мы сделаем ничего страшного вот и вторая проблема у этого мотора нету прилива под то есть вот на этих на всех есть под бензонасос прилив на этом есть и на этом есть вот этот момент я упустил про зажигание я как бы изначально знал что тут будет такая фишка зажигания почему нету прилива под бензонасос если взять левый цилиндр правильно левый цилиндр видите внизу отверстие на впускном коллекторе есть отверстие то есть она вот сквозное вот она и на второй половинке тоже есть отверстие она выходит середину и на этом моторе изначально стоял карбюратор он назывался рамазе там 285 там не суть вот и тот карбюратор имел то есть он был без поплавковый он мембранный то есть и он в себе имел бензонасос поэтому прилив для бензонасоса не требовался я готов выкинуть этот телефон то батарейка сядет то память кончится пришлось ставить флешку продолжаем то есть на этом картере соответственно бензонасос из-за того что отверстие под под вакуум сделано не под вакуума под пульсации точнее если говорить сделано в впускном коллекторе то здесь не требуется отверстие под бензонасос прилив вот в принципе в принципе можно засверлиться вот где номер набит да получается вот на этих картерах уже на более свежих тут именно выбит номер номер двигателя до на всех да на всех выбит номер двигателя а на этом картере выбит просто выбито 7408 то есть это 74 год восьмой месяц то есть это восьмой месяц это у нас получается август в августе дело вот 74 год 8 8 месяца ну а сверху рэм написано просто все можно засверлиться сюда в принципе места хватает но получается отверстие как бы слишком низко в картер поэтому может быть такое что будет бензонасос заливать смесью и он будет некорректно работать вот второе место как бы по сути дела надо было аргонщика попросить чтоб он здесь насрал вот примерно в этом месте ну пяточку побольше насрал и соответственно когда повезли бы на фрезер мы бы это место сфрезеровали и закрутили примерно верно где и на этих картерах штуцер находится примерно верно и сюда но благо здесь есть вот такой вот маленький приливчик вот бабушечка да она здесь есть но это как бы технологическая какой-то какой-то прилив для чего-то он предназначался но не знаю для чего вот на этих уже более ранее на более свежих картерах да на всех есть еще вот здесь приливы такие квадраты снизу и сверху и тут снизу и сверху и там снизу сверху здесь же его такого таких приливов нет то есть вот они должны быть здесь и же нет можно бы было сделать со стороны коробки то есть штуцер ничего страшного просто шлангом пустите но соответственно тут не сделаешь еще в ну тут тоже низко путь получится и этот прилив сделан как раз напротив шпильки можно засверлиться шпильку тоже не есть хорошо что получается будем делать в это место штуцеров где-то мне есть последний последний отдаю вот но это штуцер от бензонасоса то есть он штатных которая старый бензонасоса он вкручен я обычно грубо говоря всем ставлю до практически 100 процентов моторов ставлю тайговский насос и поэтому как бы из старого насоса выкручиваете штуцера вот и и потом задумался тут ли маленьком и потом как бы в принципе то есть с насоса скрутил штуцера и в этот же картер клиенту воткнул но тут у меня как бы запас есть маленький но это последнее уже все больше нету его в гоним сюда будем надеяться на то что работать будет насос корректно ему будет хватать потому что как бы в принципе вот на этом цилиндре сейчас я вам покажу вообще куда это отверстие выходит отверстие от выходит как бы вот она до отверстие вот сюда она заходит а выходит она вот здесь промеж гильзы и рубашки охлаждения вот в этом месте здесь нигде не проход вот она вот в этом месте проходит и получается поезд и смотреть по картеру уже да то где-то как бы получаться вот в этом месте она проходила наша же прилив вот я точку поставил до черный это выйдет сюда примерно в то же самое место если там работал то и и наш насос будет работать нормально ну все делаем делаю сразу буду сделаю сразу и зажигание просверлю то есть пазы сделаем ну и сразу за сверлим штуцер вкрутим давайте сниму подробную инструкцию если будет что-то непонятно просите меня в комментариях пишите в комментарии с ними андрей подробно видео как установить вот на такой картер до старый зажигание электроны сделаю так штуцер бензонасоса я вкрутил в принципе все нормально но маленько будет прикинул крышку охлаждения то есть штуцерок получится почти что под самую крышечку но ну что делать так получается просрал момент уже никогда просто напросто вести его снова аргончику там варить снова на фрезеровку это опять деньги платить есть у меня кусочек но сколько 30 сантиметров шланга хорошего шланга хорошего он подойдет как на бензонасос так и сюда на штуцер как бы плотненько одевается я сразу то есть закреплю 30 сантиметров и померил на своем снегоходе в принципе там запасом даже сантиметров 5 лишние окажется уже хозяин там по месту или обрежет или оставить так как есть то есть я сразу шланчик закреплю здесь обожму скорее всего ну хомутик хомуты видите там будете мешаться хомут обожму проволожкой несколько этих слоев и будет все чики-пуки это ладно так со штуцером мы разобрались смотрите по зажиганию то есть да это у нас вверх где цилиндр это не зажигание зажал уже приготовился сверлить но подумал что надо снять так на зажигание нужно будет открутить катушку и делайте это по одной стороне так ложим зажигание то есть у на картере на стойке охлаждения ехать есть выход провода из полости зажигания так скажем до выход провода должен быть примерно верно на своем месте то есть катушка должна быть вот так одной рукой вот бы сейчас оператора и все бы четко можно снять так выход провода примерно смотрит на и провод на зажигание смотрит ну примерно они вот есть так посмотреть примерно здесь выход провода в картере а есть провод зажигание флажок датчика вот своей пяткой то есть да не носком то есть назову вот это будет носок это пятка то есть флажок смотрит пяткой вот так вот на крае шпильки должен вот здесь быть то есть зажигание должно быть вот так примерно повернуто это парни так скажем примерно верно все плюс минус трамвайная остановка как бы то есть можно сказать я на опыте я уже примерно верно знаю где будет и какой угол опережения зажигания но мне тоже не попасть и ровно как надо то есть как должно быть то есть ориентируемся так шпилька то есть пятка датчика смотрит на ну вот если так посмотреть да то есть пятка датчика смотрит на шпильку чуть-чуть буквально пару миллиметров там миллиметра два-три она повыше помечаем маркером да то есть сметим маркером где у нас вот то есть на основании делаем метку маркером и где у нас выходит болтик то есть смотрим и делаем меточки все принципе ну с этой и с той стороны в принципе больше нам картер пока что не нужен работаем с основанием откручиваем ну можно сначала перед тем как открутить переворачиваем основание до переворачиваем основание у нас есть метки то есть примерно верно где у нас должен быть должны быть отверстия но отверстие просто круглым делать как бы нежелательно потому что угол опережения то есть все равно не попасть его то есть на 5 градусов плюс или в минус и все тебе зажигание повернуть ну так нельзя делать то есть на делать пас хотя бы чтобы у тебя был миллиметров 567 ход то есть чтобы основание можно было раньше или позже выставить вот так от края от края берем штангель да и размечаем от края 5 ну от края основания размечаем 5 миллиметров здесь и 5 миллиметров здесь соответственно берем сверло ну пятерочку я буду сначала делать мне уже зажжал вот таким маленьким сверлом тут 250 на на то есть зацентруясь пару отверстий сделаю так скажем два крайних отверстия и сделаю среднее отверстие а потом уже бормашинкой распилю этот пас как не ну как мне надо какой длины примерно верно он должен получиться по моим подсчетам где-то около ну по сам пас получится где-то ну сантиметровый да допустим 10 миллиметров принципе этого должно хватить то есть я думаю что я попаду в угол какой мне надо так почему именно сверлить нужно с этой стороны то есть стены ну жопы короче с этой стороны все аккуратно чтобы право догона не отвалились с этой стороны почему не получится потому что идет бортик витя то есть вот здесь идет отбортовка и как раз получается в пример не примерно центр отверстия в эту отбортовку центр отверстия в центр отбортовки не попадает то есть центр отмесь отверстия немножко смещен вниз и поэтому как бы лучше сверлить получается задней стороны как ноги парни четверо четверым я отправлял зажигание вот они устанавливают этот мотор как бы четверо сделали все нормально у всех работают я думаю что сейчас я сделаю покажу вам то есть если у кого-то такой картер не бойтесь делайте могу в принципе в принципе отправить зажигание уже даже как бы подготовлена то есть просверлено будет только как бы вам нужно будет установить его но еще минус минус в этом в том минус в чем еще получается в том что основание нужно будет сначала то есть открутить зарядную и световую катушку прикрутить основание то есть затянуть ее до прикрутить обратно зарядную и световую катушку потом это все на а вот сделать в кожухе обдува то есть да ну изначально можно так поставить до кожух обдува даже снять вот потом кожух обдува поставить поставить маховик основанию стартер и все на свете запустить попробовать посвятить стробоскопом чок примерно верно куда мы попали да если не попали то снимаем все обратно то есть плита у нас будет прикручено откручиваем опять зарядную световую катушку откручиваем плиту поворачиваем прикручиваем все обратно то есть тут танцы с бублем с бубном но если так скажем один раз настроить то есть поставить электронное зажигание один раз настроить в него лезьте вам не скатать этот мат вы у быстрее мотор и скатайте чем это зажигание то есть будет вам делать мозги она мозги не будет делать она может просто-напросто сгореть к примеру да но сгорают зажигание сделанная на отдельный выпуск и расскажу из-за чего зажигание сгорают чаще всего ну так скажу да фиксим не не буду говорить потом скажу вот к примеру это не контакт на зажигание которое там ты откаталась то 200 500 километров и лезь нахуй его настраивает подводить контакты мере зазоры тут такого нету тут поставил настроил все нахуй ездить если она не сгорит бош ездить до победу у тебя мотор кончится бош ездить вот поэтому не надо бояться если кто-то не этот самый еще думает перейти на электронное зажигание парни переходите и вы у вас уйдут все головники с зажиганиями все сейчас делаю сверлю и показываю уже вам что получилось у нас сделали пазы распилили да и все зажигание у нас поворачиваться свод и следующее получается плиту мы прикручиваем потом если мы прикрутим катушки зажигание выставиться именно вот в таком положении видите болтик под регулировку то есть да он нас получился под катушкой вот чтобы 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 подрегулировать зажигание надо будет отпустить вот этот болтик и открутить полностью вот этот открутили и катушка вот так у нас подвинется то есть и уже в принципе хватит места из ловчиться можно аккуратненько открутить можно полностью открутить тут уже кому как вздумать в принципе вот так работать будет думаю что будет все нормально главное чтобы не задевала за главное чтоб не задевала замаховик если будет катушки будут цеплять замаховик то есть особенно если будет цеплять замаховик датчиком или катушкой заряда то если датчиком сгорит датчик если катушка заряда сгорит коммутатор вот и все или же или же будет ебать мозг просто выносить это зажигание будет мозг потому что какой то есть ну какая то из катушек задевает замаховик в определенный момент оборота да даже световая катушка было такое что когда световая катушка задевает в принципе электричество будет но она может может давать на то есть она может сбивать магнитное поле маховика и из-за этого пострадает искра как-то вот так блять сегодня вас загрузил просто этим зажиганиями ну что ребятки следующий день так и обещал сейчас в принципе по мотору расскажу только по прокладочкам и все и дальше уже только запустим может быть а может и запустим так все мы знаем что у нас выхлопные окна на уране они не имеют окружности у их есть такие вот такие штучки это чисто сделано технологической чтобы 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 при фрезеровке каналов продувочных инструмент смог добраться до продувки прокладки выхлопные это металлопаранит и в середине обжато кольцо с одной стороны широко с другой стороны узко то сейчас возьмем чего хват на коллектор на а выхлопной же коллектор имеет практически можно сказать идеальную окружность широким кольцом то есть широким местом не узким а широким ложим к цилиндру то есть вот так вот положили и получилось у нас узкое место вот сюда смотрит ну а дальше уже выпускной коллектор почему так если положить наоборот то вот это не вот такие какие карманы назовем допустим карманы да они будут выходить за за пределы вот этого обжатого колечка если узким местом положим если широким они как раз попадают на ну закрывая перекрываются то есть ложим широким с этим все по прокладочкам подголовку они тоже то же самое металлопаранит с одной стороны с этой стороны широкая с этой стороны чуть луже так вот узким местом ложим к ци к цилиндру то есть у цилиндра имеется пояс гильзы да и узким местом как раз в аккурат ложится прокладка нормально сюда если же ее положить то есть взять головку да и посмотреть и присмотреться то на головке есть канавка вот такая вот по кругу она идет эта канавка нужно чтобы прокладка обжималась то если мы узким местом положим головки то эта канавка попадет в аккурат ну примерно верно она попадает на самый-самый краешек вот этого колечка обжатого и прокладку пробьет то есть уже испытано проверено их вышибает ну не сразу но вышибется равно со временем она она просто напросто проверить а если мы кладем прокладочку широким местом головки то это широкое место как раз перекрывает эту канавку и все у нас нормально обжиматься и уже вероятность того что прокладку пробьет меньше то есть в разы меньше много людей спрашивают как эти прокладки ложится все на подготовить крепеж гаечки болтики и законсервировать его и так ребятки у нас целый день сегодня дождь мотор у меня собран полностью полностью собран но запустить так и не этот самая так и не получат потому что только закончится ливень вроде посмотришь вроде тучи короче заводить на улице надо быстро не получится потому что сто процентов надо будет поиграться с зажиганием а так как она у нас вы видели как его делал как установлено поэтому это все не быстро вымокнешь весь до нитки а сейчас уже не май месяц поэтому не стал посмотрел по прогнозу завтра вроде бы у нас все ладушки с погодой поэтому сделаем завтра запустим но и так как целый день ничего не делаю но сижу про торчал гараже снял для вас видосик новый уже более нормально на нормальную камеру по системе охлаждения ну что следующий день уже в принципе подготовился все прикрутил налил бензолем маленько с большой поэтому маленько все будем так ща как-нибудь как-нибудь вот так немножко бачком но будет самый-самый первый запуск главное чтобы руки не оторвало от раннего зажигания остальная фигня придет жизнь подал жизнь есть и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Двигать зажигание... Двигать зажигание... Главное, чтобы пазла у меня хватит в раннюю сторону... Но на максимум придется поставить, наверное, скорее всего, до конца пазла... И будет все ладушки... Но как обычно, по традиции, показываю, как три раза запускается... И завершаем лидер... Не фортануло, не получилось... Катушка открутилась... Надо подкрутить... Может быть... Плохой масса... Что-нибудь... Может... Сломаться... Так... И... Третий раз... И пока... Третий раз запущу и покажу... И покажу угол опережения, какой получился... Где-то в районе... Ну, 15 галса... Больше... Больше не получится... Так... Раз, два, три... Что-то... Немножко не хватает ему... Так... Все... Сейчас немножко... Ай, блядь... Ай, блядь... Маленько остынет... Маленько остынет и... Еще поторохтим... Понадоедаем соседям... Хе-хе-хе... И будем закругляться... Вот как-то так... Борис, встречай мотор... Сейчас поеду, отправлю... А на этом, парни, все... Заканчиваем бложек... Кому понравилось, оценивайте... Делитесь с друзьями... Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте... На канал в Ютубе... Чтобы не пропустить новое видео... Ставьте колокольчик... Все, парни... Всем удачи... Всем пока... Катайтесь... Не ломайтесь... Субтитры сделал DimaTorzok...